Курт Валлендер протянул ему руку и представился. — Томас Окерблум, — сказал тот. — А это моя дочь. Она была со мной, когда позвонили. Когда Томас Окерблум повернулся к ней, свет из коровника упал на его лицо. Глаза блестели от слез. — Кто способен на такое? — спросил он дрожащим голосом. — Кто способен на такое? Он шагнул в сторону, словно отдергивая невидимый занавес. Линда уже и до этого чувствовала запах горелого мяса, а теперь увидела лежащего на боку обугленного бычка. Кужа еще дымилась. Ее затошнило от запаха бензина. И она отошла. Курт Валлендер внимательно наблюдал за ней. Она покачала головой, все в порядке. Обмороков не будет. Он кивнул и огляделся. — Что тут произошло? — спросил он. Томас Окерблум начал рассказывать прерывающимся голосом. — Я только заснул. Вдруг просыпаюсь от какого-то звука. Я сперва подумал, что сам закричал во сне. Такое со мной бывает. Встал и понял, что это из коровника. Животные мычали беспрерывно. И еще какой-то даже не знаю, как сказать крик, не крик, вопль. Я открыл занавеску на окне и увидел, что бычок горит. Эпплет горит. Хотя я даже сначала и не понял, что это он. Понял просто, что кто-то из телят. Эпплет. Имя теленка в переводе со шведского — яблочко. Существует также такая фамилия. Он ударился, что есть сил, об стену. Все тело и голова в огне. Я даже глазам своим не поверил. Побежал вниз. Сапоги на ходу надел. А он уже упал. Дымится весь. Я брезент схватил. Хотел погасить его. Да он уже помер. Такой ужас. Помню, я все себя уговаривал, что этого не может быть. Такого и случиться не может. Кому придет в голову поджечь живого теленка? Томас Окерблум замолчал. — Ты видел что-нибудь? — спросил Курт Валлендер. — Я и рассказываю, что видел. Ты сказал, кому придет в голову поджечь теленка. А это не мог быть несчастный случай. То есть бычок сам облил себя бензином и сам поджег? Никогда не слышал, чтобы животные кончали жизнь самоубийством. — Значит, это сделал кто-то. — О чем я и спрашиваю. Вы никого не заметили, когда отдернули занавеску? Томас подумал, прежде чем ответить. Линда пыталась понять ход мысли отца, предугадать его следующий вопрос. Нет, только Эпплет весь в огне. Вот и все, что я видел. И не догадывайся, кто бы мог это сделать. Псих. Только псих на такое способен. Курт кивнул. Больше мы ничего тут не узнаем. Пусть теленок полежит пока. Мы приедем, когда будет светло. Сейчас ничего не разглядишь. Они вернулись к машинам. — Только психоспособен на такое, — повторил Томас Окерблум. Курт Валандер не ответил. Линда заметила, что он устал. Лоб был весь в морщинах. Он как будто вдруг постарел. Ему не по себе, — подумала она. Сначала с лебедями. То ли были эти горящие лебеди, то ли нет. А теперь этот бычок по имени Эпплет. Он-то уж точно сгорел. Он словно прочитал ее мысли и повернулся к Окерблуму. — Эпплет, — сказал Курт. Необычное имя. — Я, когда помоложе был, играл в настольный теннис и нескольких бычков назвал по именам игроков сборной. У меня, например, был бык по имени Вальднер. Вальднер Ян Уве — многократный чемпион мира по настольному теннису. Валандер кивнул. Линда заметила, что он улыбается. Ее отец ценил оригиналов. Они вернулись в Истат. — И что ты обо всем этом думаешь? — спросила Линда. — В лучшем случае мы имеем дело с каким-то сумасшедшим, садистом. — В лучшем случае. — В худшем. Он на зверях не остановится. — Линда поняла, что он хочет сказать. Но она также и поняла, что лучше всего — пока не задавать вопросов. Глава восьмая Когда Линда проснулась, отца уже не было. Половина восьмого. Она потянулась и решила, что проснулась от того, что отец, уходя, хлопнул дверью и, наверное, нарочно. — Пытается быть строгим. И не давать мне. Зря валяться в постели. Она встала и открыла окно. День был ясным и по-летнему теплым. Ночные события заметно отдалились. Дымящийся труп животного, внезапно постаревший отец. — Он все может от меня скрыть, — подумала она, — только не беспокойство. Она позавтракала и быстро оделась в то же, что и накануне. Потом передумала и дважды переоделась, пока не осталась довольна. Позвонила Анне. После пяти сигналов включился автоответчик. Она крикнула в трубку, прося ответить, но там никого не было. Она остановилась перед зеркалом в прихожей и спросила себя, по-прежнему ли она обеспокоена, что некая Анна исчезла, ничего и не сказав. — Нет, — сказала она себе, — я не волнуюсь. — У нее наверняка есть причина. Она, конечно, ищет того мужчину, что стоял на улице и имел наглость быть похожим на ее отца. Линда спустилась к лодочной пристани и побрела вдоль причалов. Море было совершенно зеркальным. Полуголая дама лежала на носу катера и храпела. — Еще тринадцать дней, — подумала Линда. — От кого я унаследовал эту нетерпеливость? — От отца — вряд ли. От матери — уж совсем маловероятно. Она повернула назад. На чугунном кнехте лежала забытая кем-то газета. Она нашла объявление о продаже подержанных машин. СААБ за девятнадцать тысяч. Отец обещал дать десять. Ей очень хотелось машину. — Но СААБ за девятнадцать. Сколько он прослужит? Она сунула газету в карман куртки и пошла к Анне. На звонок в дверь никто не ответил. Она уже привычно вскрыла замок и прошла в прихожую. Вдруг у нее появилось чувство, что здесь кто-то побывал после того, как она ушла отсюда в полночь. Она стояла совершенно неподвижно, скользя взглядом по стенам прихожей, одежде, выстроенным в ряд ботинком. Что изменилось? Ничего такого, что подтверждало бы ее догадку, она не заметила. Она вошла в квартиру и села на диван. Пустая комната. Если бы на моем месте был отец, будь я отцом, я постаралась бы найти следы того, что здесь происходило, увидеть людей, драматические события. А я ни черта не вижу. И ничего не могу заметить, кроме того очевидного факта, что Анны тут нет. Она поднялась и дважды медленно обошла квартиру. Теперь она была уверена, что Анны ночью здесь не было. И никого не было. Единственное, что ей удалось обнаружить — следы ее собственного вчерашнего пребывания. Линда вошла в спальню и села за письменный стол. Поколебалась немного. Но любопытство взяло верх. Она знала, что Анна вела дневник. Анна всегда вела дневник. Линда помнила, как в старших классах Анна забивалась в уголок и что-то записывала в дневник. Когда какой-то мальчишка вырвал у нее тетрадку, она пришла в такую ярость, что никто и никогда больше ее не трогал. Она даже укусила его в плечо. Она выдвинула ящик стола. Он был забит старыми и списанными дневниками. Она посмотрела в других ящиках — то же самое. На каждом стоял год. До шестнадцати лет все дневниковые тетради красные. Потом Анна почему-то совершила цветовую революцию и перешла на черный. Линда закрыла ящики и подняла лежащие на столе бумаги. Под ними тоже лежал дневник, тот, что она вела сейчас. Она почитала, что ее тревога является достаточно веской причиной. Сама у себя попросила прощения и открыла последнюю страницу. Там стояло вчерашнее число. То есть день, когда они должны были встретиться. Почерк был очень мелким, словно Анна хотела спрятать буковки от чужих глаз. Линда с растущим удивлением прочитала запись дважды. Текст был совершенно непонятен. Папарацци, папарацци. Может быть, это какой-то шифр для посвященных? Линда освободила себя от данного только что обещания прочитать только последнюю запись и перелеснула страницу назад. Ничего похожего. Анна отмечала, что учебник Сакс Хузена по основам клинической медицины — ничто иное, как педагогическая катастрофа. Невозможно читать, а тем более понять что-либо. Как можно издавать такие учебники? У будущих врачей эта книга ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Они плюнут на клиническую медицину и пойдут в науку, где к тому же можно больше заработать. Потом записала, что утром была температура. На улице ветрено. И правда, подумала Линда, вчера дуло порядком, а потом вопрос без ответа. Куда же запропастился запасной ключ от машины? Линда вернулась к последней записи и медленно прочитала ее еще раз. Она попыталась представить себе Анну в тот момент, когда та писала эти фразы. Никаких зачеркиваний, никаких сомнений. Почерк мелкий, уверенный и ровный, как всегда. Папарацци, папарацци. В этом году девятнадцать стирок. Если у меня и есть мечта, то это работать безымянным окружным врачом в каком-нибудь пригороде, где-нибудь на севере. Интересно, есть ли пригороды в северных городах? И все. Ни слова о человеке перед окном отеля, — подумала Линда, — ни слова, ни намека, ничего. Разве не о таких вещах пишут в дневнике? Она перелистала дневник назад, чтобы понять, что же вообще пишет Анна в дневнике. Несколько записей касались Линды. «Линда — настоящий друг». Запись от двадцатого июля, посреди описания визита матери, когда они поссорились из-за ерунды. В тот же вечер она должна ехать в Мальмё смотреть русский фильм. Линда почти час, периодически мучаясь угрызениями совести, искала записи про себя. «Линда может быть требовательной». Запись от четвертого августа. А что мы делали в тот день, — попыталась вспомнить Линда, — и не вспомнила. Четвертого августа. Один среди многих дней этого бесконечного, полного нетерпеливого ожидания лета. У Линды даже карманного ежедневника не было. Все на каких-то клочках. А номера телефонов она частенько писала прямо на ладони. Она закрыла дневник. Там нет ничего, что могло бы навести на след Анны. «Разве что это странная последняя запись. Это не похоже на неё», — подумала Линда. «Все остальные записи сделаны человеком, живущим в гармонии с самим собой, у которого не больше проблем, чем у остальных». Но это последняя запись. «Когда ей показалось, что она видела своего пропавшего на двадцать четыре года отца. Несколько раз повторяет про каких-то папарацци. Принцессу Диану вспомнила? Или, может быть, так начинается сумасшествие? Почему она не пишет об отце? Почему вообще записывает всю эту абракадабру?» Линду опять охватила тревога. Неужели всё-таки Анна не зря боялась сойти с ума? Линда остановилась у окна. У того самого, где обычно стояла Анна, когда они разговаривали. Яркое солнце сверкало в витринах напротив, так что она прищурилась. Может быть, у подруги какое-то помрачение рассудка? Ей кажется, что она видела отца, и потрясение оказывается настолько сильным, что она теряет самобладание и совершает поступки, о которых потом может пожалеть. Какие поступки? Она вздрогнула. Машина. Аннина машина. Маленький красный гольф. Если она куда-то уехала, то, скорее всего, на машине. Она побежала на парковку. Машина была на месте. Она проверила двери. Заперты. Свежевымытый гольф. Это удивило ее. Анна не особенно часто мыла машину. Вечно ездила в грязный. А тут прямо сияет под солнцем. Даже диски тщательно вымыты. Она вернулась в квартиру и прошла в кухню. Села. Надо попытаться найти всему разумное объяснение. Объяснение чему? Единственное, что не подлежало сомнению, то, что Анна не оказалась дома, когда она пришла к ней в условленное время. Невозможно допустить, что они просто друг друга не поняли. И забыть Анна не могла. То есть она сделала это намеренно. Что-то оказалось важнее. Но машина для этого важного дела не потребовалась. Она включила автоответчик. Только одно сообщение. Ее собственное. Когда она кричала Анне, чтобы та взяла трубку. Взгляд упал на входную дверь. Вот кто-то там стоит и звонит в дверь. Это не я, не зебра и не ее мать. С кем еще она дружит? С апреля. Как она утверждает, парня у нее не было. Тогда она прогнала парня, которого я даже не видела. Некий господин Монс Персон, изучавший в Лунде электромагнитное поле, но оказавшийся далеко не таким надежным другом, как Анна, поначалу считала. Разрыв, несомненно, был для Анны болезненным. Она несколько раз сама об этом говорила. Линда повторяла, что пока не собирается завязывать новые отношения. Линда подумала о себе. У нее тоже был свой Монс Персон. И она тоже с ним завязала. Даже раньше. В середине марта. Ее Монса Персона звали Людвиг. Имя ему очень подходило. Нечто среднее между прирожденным императором и неуклюжим опереточным принцем. Линда встретилась с ним в пабе. Она зашла туда со своими сокурсниками. И двум компаниям, ее и Людвига, пришлось ужаться в довольно ограниченном пространстве задним столом. Людвиг работал в фирме по уборке города. Он водил свой мусоровоз так, как будто это был спортивный итальянский автомобиль. И считал, что для каждого человека совершенно естественно гордиться своей работой. Линду привлек в нем громкий смех, веселые глаза. И главное, то, что он не перебивал ее, когда она говорила. Наоборот, старался расслышать каждое слово, несмотря на оглушительный шум. У них начался роман, и Линда уже было решила, что наконец нашла настоящего мужчину среди тьмы тьмущей мужиков. Но тут она случайно от кого-то, кто знал кого-то, кто что-то видел, узнала, что Людвиг все свое время, когда он не на работе и не с Линдой, посвящает некой юной даме, хозяйке фирмы по доставке готовых обедов в Валентуне. Валентуна — северный пригород Стокгольма. Произошла жестокая разборка. Он хотел остаться, но она выгнала его на мороз. И потом неделю рыдала. Она постаралась выкинуть Людвига из головы. Рана все еще ссаднила. По-видимому, она тоже, как и Анна, еще не созрела для новых отношений. Только пока еще не успела это сформулировать для себя. К тому же она видела, что ее переменчивая личная жизнь огорчает отца, хотя он и старается этой темы не касаться. Линда еще раз прошлась по квартире. Вдруг все это показалось ей смешным, если не постыдным. Что могло случиться с Анной? Да ничего. Она управляется со своей жизнью получше, чем многие. То, что она не явилась в условленное время, ровно ничего не значит. Линда остановилась у кухонного стола, где Анна держала запасные ключи от машины. Она уже брала пару раз машину у Анны. Почему бы не взять еще раз? Проведаю ее мать. Уходя, она оставила записку, что позаимствовала машину и рассчитывает вернуться через несколько часов. О том, что она тревожится. Писать не стала. Линда доехала до Мариагаттон и переоделась в летнее платье. Стало очень жарко. Потом выехала из города, свернула на Косебергу и остановилась в гавани. Вода в море была по-прежнему зеркальной. У причала плескалась собака. На скамейке у ларька с копченой рыбой сидел пожилой господин. Он кивнул ей. Линда ответила тоже кивком. Хотя она понятия не мела. Кто он такой? Может быть, отцовский коллега на пенсии? Не доезжая до дома, где мать Анны сочиняла свои странные музыкальные произведения, она свернула к дому, где до самой своей смерти жил отец. Она поставила машину у двора и вышла. С тех пор, как Гертруд, вдова деда, переехала к своей сестре, у дома сменилось двое хозяев. Сначала был молодой человек, владелец компьютерной в Синрисхамне. Предприятие его развалилось. И он продал дом супругам, художникам по керамике из Хускварны. Те мечтали переехать в Сконы. Теперь у калитки висело объявление. Горшки. Дверь в сарае, где дед писал свои картины, была открыта. Она поколебалась, но все же открыла калитку и пошла по газону. На веревке сушилось детское белье. Линда побарабанила по открытой Насте ж двери. Женский голос пригласил ее войти. Прошло несколько мгновений, прежде чем глаза ее после яркого солнца привыкли к слабому освещению мастерской. У гончарного круга сидела женщина лет сорока и кромсала ножом глиняную физиономию. Похоже, она занималась ухом. Линда представилась и попросила прощения за беспокойство. Женщина отложила нож и вытерла руки. Они вышли на солнце. У женщины было очень бледное лицо. Казалось, она страдает бессонницей. Но держалась она дружелюбно. Я слышала о нем. Он сидел тут и писал картины, похожие друг на друга, как две капли воды. Не совсем так. У него было два мотива. Пейзажи с глухарем и без глухаря. Озеро, заход солнца, несколько деревьев. Для всего, кроме солнца, у него были шаблоны. А солнце он рисовал от руки. Иногда, кажется, он все еще здесь. Он часто злился. Линда удивленно поглядела на нее. Иногда мне кажется, что кто-то ворчит. Если ворчит, тогда это он. Женщина представилась. Ее звали Барбру. И предложила Линде выпить кофе. Спасибо. Мне нужно ехать. Я остановилась просто из любопытства. Мы приехали сюда из Хускварны, сказала Барбру. Подальше от города. Хотя Хускварна тоже не мегаполис. Ларс, мой муж, — это новое поколение мастеров на все руки. Он умеет чинить велосипеды, часы, прекрасно ставит диагнозы заболевшим коровам и сочиняет для детей волшебные сказки. У нас их двое. Она прервалась на полусловие, как будто упрекая себя, что слишком много рассказывает чужому человеку, и задумалась. — Сказок им больше всего не хватает, — сказала она. Она проводила Линду к машине. — То есть он здесь больше не живет? — осторожно спросила Линда. Он очень многое знал и понимал, но не все. Не понимал, например, того, что от детей никуда не денешься. В один прекрасный день его охватила паника. Он сел на велосипед и уехал. Теперь снова живет в ху-скварне. Мы иногда общаемся по телефону. Теперь, когда на нем не лежит ответственность, он относится к детям лучше. Они расстались у машины. Если ласково попросить деда не ворчать, он обычно соглашался. Но просить должна была женщина, мужчин он просто не слушал. Пока он был жив, дело обстояло именно так. Может быть, и теперь тоже. Он был счастлив? Линда подумала. Вряд ли это слово подходило к деду, как она его помнила. Самым большим удовольствием в жизни для него было сидеть там, в полумраке, и заниматься тем же, чем вчера. Ему почему-то очень нравилось повторять самого себя. Если это можно назвать счастьем, то он был счастлив. Линда открыла машину. Я похожа на него, — улыбнулась она. Иначе откуда бы мне было знать, как с ним управляться? Отъезжая, Линда посмотрела в зеркало. Барбару стояла и глядела ей вслед. Никогда, — подумала она. Я никогда. Сидеть в старом, продуваемом насквозь старом доме, одной с двумя детьми, никогда. Ее почему-то очень разволновал этот визит. Сама того не заметив, она увеличила скорость, а потом резко затормозила у выезда на главную дорогу. Мать Анны, Генриетта Вестин, жила в доме, словно присевшем на корточке, прячась позади стерегущих его огромных деревьев. Линде пришлось несколько раз сдавать назад, пока удалось наконец найти нужную подъездную дорогу. Наконец она поставила машину у ржавой сенокосилки и вышла. Жара вызвала в памяти картинки каникул в Греции. Они туда ездили с Людвигом, когда еще не расстались. Она тряхнула головой, отгоняя эти мысли, и пошла вперед между гигантскими деревьями. Вдруг она остановилась и посмотрела наверх, прикрывая рукой глаза от солнца. Сверху доносился какой-то странный треск, как будто кто-то с невероятной скоростью забивал гвозди. Поискав глазами, она увидела в густой листве дятла, упорно выколачивающего свой виртуозный ритмический рисунок. Может быть, он составляет часть музыки Генриетты? — Если я правильно поняла Анну, ни один звук не проходит мимо ее внимания. Дятлу, наверное, поручена партия барабана. Она отвела взгляд от птицы-ударника. Дальше путь лежал через огород, жалкий и запущенный. Им, похоже, уже много лет никто по-настоящему не занимался. — Что я о ней знаю? — спросила себя Линда. — И вообще, что я здесь делаю? Она остановилась, проверяя свои ощущения. В этот момент никакой тревоги она не чувствовала. Наверняка всему найдется объяснение. Она повернулась и пошла к машине. Дятел вдруг перестал трещать и исчез. — Все исчезает, — подумала Линда. — Люди и дятлы, время. Я думала, что у меня его много, но оно утекает рекой, и плотину построить не удается. Она дернула себя за невидимое поводье и остановилась. — Почему я повернула? — Если уж взять Аннину машину, надо хотя бы навестить ее мать, никак не выказывая беспокойства. Просто поинтересоваться, не знает ли Генриетта, где Анна. Может быть, она просто-напросто поехала в Лунд. — У меня нет ее телефона там. — В Лунде. — Вот я и попрошу Генриетту мне его дать. Она опять повернула к дому. Дом был бревенчатый, белый. Он утопал в розовых кустах. На ступеньке крыльца лежал кот и внимательно за ней наблюдал. Она подошла к дому. Одно окно было открыто. В тот момент, когда она нагнулась, чтобы погладить кота, из дома донеслись какие-то звуки. — Это, наверное, ее музыка, — подумала Линда. Потом резко выпрямилась и затаила дыхание. Это была не музыка. Это был женский плач. Глава девятая В доме залаяла собака. Линда испугалась, что ее застанут за подслушиванием, и поспешила позвонить в дверь. Дверь открыли не сразу. Генриетта удерживала за ошейник захлебывающегося лаем пса. — Он не кусается, — сказала она. — Заходи. Линда побаивалась незнакомых собак. Она нерешительно вошла в прихожую. Как только она переступила порог, пес тут же успокоился, словно она перешла какую-то невидимую границу, за которой можно было уже не лаять. Генриетта отпустила пса. Линда смотрела на нее. Она показалась ей еще меньше и худее, чем раньше. Что, — говорила Анна, — что Генриетте нет еще и пятидесяти? Ее тело казалось старше этого возраста, но лицо было молодым. Пес по имени Пафос понюхал ее ноги, отошел к своей корзине и вытянулся на полу. Линда пыталась увидеть в лице Генриетты следы слез, но ничего не заметила. Поглядела вглубь дома. Никого, кроме хозяйки, не было. Генриетта перехватила ее взгляд. — Ты ищешь Анну? — Нет. Генриетта засмеялась. — Слава богу! — Сначала ты звонишь, потом приезжаешь. Что случилось? — Не нашлась еще Анна? Линду застало врасплох ее прямодушие. Хотя оно и облегчало ее задачу. — Пока нет. Генриетта пожала плечами и проводила ее в огромную комнату, появившуюся в результате сноса нескольких перегородок. Это была и гостиная, и кабинет одновременно. Она наверняка в Лунде. Анна взяла за привычку прятаться там время от времени. Все эти теоретические науки у медиков ужасно сложные. Анна не теоретик. В кого она такая, понятия не имею. Ни на меня, ни тем более на отца не похоже. Наверное, только сама на себя. — У вас есть ее телефон в Лунде? — Не уверена, что у нее там есть телефон. Она снимает комнату. Но у меня даже адреса ее нет. — Странно. Генриетта сделала удивленную мину. Почему странно? Анна вообще загадочная личность. Если ее доставать, она может прийти в дикую ярость. — А ты не знала? — Нет. — А мобильника у нее нет? — Она из тех немногих, кто сопротивляется этому поветрию. У меня, например, мобильник есть. Я теперь даже не понимаю, зачем мне стационарный телефон. Но Анна нет. Ни за что не хочет. Она замолчала, как будто ей вдруг пришла какая-то мысль. Линда еще раз огляделась. Кто-то все же плакал. До того, как Генриетта спросила, не ищет ли она тут Анну, ей даже мысль такая в голову не приходила. Конечно, это была не Анна. С чего бы ей сидеть тут у своей матери и рыдать? Я вообще никогда не видела, чтобы она плакала. Она не из тех, кто плачет. Как-то в детстве она упала и сильно ушиблась. Тогда она плакала, но это был единственный раз. Когда мы обе влюбились в Томаса, плакала я. А она злилась. Но в дикую ярость, как сказал Генриетта, она не приходила. Она разглядывала Генриетту, стоявшую напротив нее, на отциклеванном до блеска деревянном полу. На лице ее плясал солнечный зайчик. У нее такой же четкий профиль, как и у Анны. — Ко мне почти никто не приходит, — сказала Генриетта, как будто она только об этом и думала. — Люди меня избегают. Наверное, потому что я избегаю их. И потом они считают меня придуршной. Им непонятно, как этот человек в обществе серой собаки сидит в сконской глуши и сочиняет музыку, которую никто не желает слушать. Прибавь к этому тот факт, что я по-прежнему замужем за человеком, бросившим меня 24 года назад. В интонациях ее сквозила горечь и тоска. — А над чем вы сейчас работаете? — спросила она. — Не надо притворяться. — Зачем ты приехала? — Ты волнуешься за Анну? Я взяла ее машину. Здесь рядом жил мой дед. И мне захотелось посмотреть на эти места. Экскурсия. Время стоит на месте. — Тебе не терпится поскорее надеть полицейский мундир? — Да. Генриетта принесла термос с кофе и чашки. Мне совершенно непонятно, как молодая и красивая девушка, как ты, может сделать такой выбор — пойти служить в полицию. Мне кажется, жизнь полицейских — одна сплошная драка. Как будто какая-то часть населения сцепилась в грубой драке, а полиция вечно пытается их растащить. Она налила кофе. — Но ты, скорее всего, будешь работать в конторе. А я буду разъезжать в патрульной машине и делать как раз то, что вы сказали. Кто-то должен разнимать дерущихся. — Генриетта подперла рукой подбородок. — И этому ты хочешь посвятить жизнь? Линда вдруг поняла, что та на нее нападает. Пытается навязать ей собственную обиду на жизнь и перешла к обороне. — Я уже не юная красотка. Мне скоро тридцать, и внешность у меня совершенно обычная. Парни считают, что у меня привлекательные губы и красивая грудь. Я тоже так считаю. А в остальном — самая заурядная внешность. Никогда не мечтала стать мисс Швецией. А кроме того, спроси себя, что было бы, если бы полиция в один прекрасный день исчезла? Мой отец полицейский, и я этого не стыжусь. Генриетта медленно покачала головой. — Я не хотела тебя обидеть. Линда не могла унять злость. Ей хотелось поквитаться. Хотя она сама не могла понять, за что. Мне казалось, тут кто-то плакал, когда я пришла. Генриетта улыбнулась. — Это запись. — Наброски для реквима. Там чередуется музыка с записью человеческого плача. — Я не знаю, что такое реквим. — Похоронная месса. — Теперь я только такое и сочиняю. Она поднялась и подошла к большому роялю, стоявшему у окна с видом на поля и волны сбегающих к морю холмов. Рядом с роялем на большом столе стоял студийный магнитофон и звукорежиссерский пульт. Генриетта включила запись. Послышался женский плач. Тот самый, что Линда слышала в окно. — Генриетта и в самом деле дама странная. Линда почувствовала любопытство. — Вы записывали плачущих женщин? — Этот плач из американского фильма. Я записываю плач из фильмов, из радиопрограмм, отовсюду. У меня есть 44 разных плача. Есть плач, скажем, новорожденных детей. Есть плач старухи. Я записала его в больнице для хроников. — Если хочешь, можешь записать свой плач для моего архива. — Ну уж нет, спасибо. Генриетта села за рояль и тронула несколько клавиш. Линда подошла к инструменту. Генриетта подняла руки и, нажав педаль, взяла аккорд. Комната наполнилась мощным, медленно затухавшим звуком. Она кивком пригласила Линду сесть рядом, смахнув несколько нотных листов с табуретки. Генриетта на нее смотрела изучающе. — И все-таки. — Почему ты приехала? — У меня всегда было чувство, что я тебе не особенно нравлюсь. — Мы тогда играли с Анной. Я была маленькая и почему-то вас боялась. — Меня? — Меня никто не боится. — Ну да. — Быстро подумала Линда. — И Анна тебя боялась. Ты ей даже являлась в кошмарах. — Просто захотелось. Взяла и приехала. Ничего не планировала. Я, конечно, волнуюсь, где Анна, но не так, как вчера. Вы наверняка правы, она в Лунде. Линда запнулась, и Генриетта тут же уловила ее сомнения. — Ты что-то недоговариваешь. Может быть, мне тоже надо волноваться? Анне показалось, что на улице в Мальмео она на днях видела своего отца. Мне не следовало бы об этом говорить. Лучше, если бы она рассказала вам сама. И все? — А этого мало. Генриетта с отсутствующим видом сделала несколько пассов над клавиатурой. Ей все время кажется, что она видит отца. С детства. Линда насторожилась. Ей Анна никогда об этом не говорила. Если бы она и в самом деле видела отца раньше, она бы ей наверняка сказала. Они были долгое время очень близки. — Секретов друг от друга у них не было. Анна — одна из немногих, кто знал, как Линда в свое время стояла на парапете моста в Мальмео. Слова Генриетта не могли быть правдой. Анна никогда не перестанет цепляться за эту ниточку. Я имею в виду ее незвыточную надежду, что Эрик вернется, если он, конечно, еще жив. Линда ждала, но продолжение не последовало. — А почему он ушел? Ответ Генриетты ее удивил. — Разочаровался. — В чем? — В жизни. Когда он был молод, у него были головокружительные амбиции. Я на них и польстилась. Никогда не встречала человека с такой харизмой. Он собирался изменить мир. Он создан для великих дел. В этом он был убежден. Мы встретились, когда ему было шестнадцать, а мне пятнадцать. Рановато, не так ли? Но я никогда не видела таких людей. Из него буквально била жизненная сила. Его мечты были неимоверно заразительны. До двадцати он будет искать себя, — так он сказал, чуть не при первой встрече. Что он собирается изменить, — искусство, спорт, политику или что-то еще, — он и сам толком не знал. Для него жизнь была, как неисследованные катакомбы, где он должен найти дорогу. Я не помню, чтобы его когда-нибудь одолевали сомнения, пока ему не исполнилось двадцать. Тогда его охватило беспокойство. До этого у него было сколько угодно времени, и он мог без остатка посвящать его поискам смысла жизни. Но стоило мне заикнуться, что надо бы и ему принимать участие в нашей жизни, как-то помогать, содержать семью, особенно после рождения Анны. Он мог на меня даже рявкнуть. Это в то время он начал делать сандалии. Ради заработка. Руки-то у него были прекрасные. Я теперь думаю, что он начал делать эти, как он их называл, «ленивые сандалии» в знак протеста, что он должен тратить драгоценное время ради такой презренной материи, как деньги. Наверное, он именно тогда и задумал свой уход. Или, точнее сказать, побег. Он сбежал не от нас с Анной. Он сбежал от самого себя. Считал, что может сбежать от разочарования. Кто знает, может, ему это и удалось. Но один вопрос меня до сих пор мучает. Его уход был как гром среди ясного неба. И только потом я поняла, насколько тщательно он все спланировал. Это вовсе не был спонтанный поступок. То, что он продал мою машину, я еще могла бы простить. Но как он мог предать Анну? Они были очень близки. Он обожал ее. Я для него была не так важна, как Анна. Может быть, только в первые годы, когда я смотрела на него широко открытыми глазами. Но после рождения Анны... Все. И я до сих пор не понимаю, как он мог ее бросить. Как разочарование в своей несбывшейся мечте может пересилить любовь к своему ребенку, к самому важному, что есть у человека в жизни. Это и привело его к смерти. И он никогда не вернулся. Я думала, это неизвестно, жив он или умер. А, конечно, умер. Его не было 24 года. Анна считает, что видела его на улице. Она видит его на каждом углу. Я пыталась убедить ее примириться с неизбежным, осознать, наконец, жестокую правду. Никто из нас не знает, что с ним случилось, что он делал, чтобы преодолеть свое разочарование. Но, конечно, его нет в живых. С таким грузом фантазии, как у него, долго не проживешь. Генриетта замолчала. Горестно вздохнула собака в корзине. — И что же с ним случилось? — спросила Линда. — Я же сказала, не знаю. Иногда я пыталась представить себе его. Мне кажется, он идет по берегу, свет такой яркий, что мне надо щуриться, чтобы его разглядеть. И вдруг он останавливается и заходит в воду. Идет все глубже, видна только голова, потом исчезает. Она снова начала что-то играть, не касаясь клавиш. Думаю, он сдался. Тогда понял, что мечты — это только мечты, не более того. И что Анна, которую он бросил, реальный человек. Но тогда уже было поздно. Его всегда мучила совесть, хотя он и старался это скрыть. Генриетта со стуком захлопнула крышку рояля. — Еще кофе? — Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Генриетту явно что-то беспокоило. Вдруг она взяла Линду за руку и начала что-то напевать. Линда знала эту мелодию. Голос Генриетты то срывался на крик, то вновь делался нежным и чистым. — Ты знаешь эту песню? — спросила она, оборвав пение. — Да. — Только не знаю, как она называется. — Буэносера. — Это по-испански? — По-итальянски. — Означает «Доброй ночи». В 50-е годы была очень популярна. Сейчас часто воруют старые произведения или уродуют их. Из баха делают поп-музыку. А я поступаю наоборот. Я не делаю поп-хиты из баховских хораллов. Я беру Буэносера и превращаю ее в классическую музыку. Получается. Я изменяю ноты, структуру, ритм. Заменяю гитару текучими голосами скрипок. Я создаю симфонию из банального мотивчика длиною в три минуты. Когда будет готова, я тебе сыграю. Может быть, когда-нибудь люди поймут, чего я пытаюсь достичь все эти годы. Генриетта проводила ее к выходу. Пес поднялся и тоже пошел с ними. Кота нигде не было видно. Буду рада, если ты еще раз соберешься меня навестить. Линда пообещала и двинулась в путь. Над морем, где-то в стороне Борнхольма, клубились грозовые тучи. Линда остановила машину у обочины и вышла. Вдруг ей захотелось курить. Она бросила курить три года назад, но желание выкурить сигаретку время от времени появлялось, хотя все реже и реже. — Матери не всегда знают про своих дочерей, — подумала она. Например, она даже не представляет, насколько близки мы с Анной. Если бы представляла, не стала бы утверждать, что Анна постоянно видит отца на улице. Она бы мне рассказала. В чем, в чем. А в этом-то я уверена. Она посмотрела на надвигающуюся тучу. Генриетта не сказала ей всей правды о своей дочери и ее исчезнувшем отце. Глава десятая В самом начале шестого она подняла занавеску в спальне. Термометр показывал плюс девять. Небо было ясным. Вымпел на мачте во дворе висел совершенно неподвижно. Идеальный день для задуманной экспедиции. Она приготовила все с вечера, поэтому быстро оделась и вышла из своей квартиры в доме напротив вокзала в Скурупе. Во дворе под специально сделанным навесом стояла ее веспа. Веспа, по-шведски оса, популярная модель небольшого мотороллера. Она служила ей почти сорок лет и до сих пор была в прекрасном состоянии благодаря ее постоянной тщательной заботе. Слухи о ее сорокалетнем мотороллере докатились до итальянской фабрики, где тот когда-то покинул конвейер. Ей не раз предлагали отдать веспу в заводской музей, а взамен она бесплатно будет каждый год получать новую машину, но она всегда отказывалась, с каждым годом все более сердито. Эту веспу она купила, когда ей было 22 года, и она будет служить ей до конца ее жизни. Что будет потом? Ее мало волновало. Может быть, ее мотороллером заинтересуется кто-нибудь из четверых внуков, но завещание, только ради того, чтобы веспа попала в хорошие руки, она писать не собиралась. Она закрепила на багажнике рюкзак, надела шлем и нажала ногой на стартовую педаль. Веспа завелась тут же. В этот ранний час в городке было тихо и пустынно. «Скоро осень», — подумала она, переезжая железнодорожную ветку. Дальше путь лежал мимо питомника, расположенного справа от выезда на автомагистраль между Истодом и Мальмё. Она, внимательно оглядевшись по сторонам, пересекла шоссе и поехала дальше на север по направлению к речке Руммелеосен. Её интересовал лес между озером Летчон и замком Раннесхольм. Это был один из самых больших лесных массивов в этой части сконы. К тому же лес был старым и почти непроходимым. Там никогда не проводилось никаких рубок. Владелец замка Раннесхольм, фондовый маклер, решил, что старый лес останется неприкосновенным. Через полчаса она была на парковке у озера Летчон и закатила веспу в кусты за могучим дубом. Где-то на дороге проехала машина. Потом опять стало тихо. Она надела рюкзак. Ещё несколько шагов, и её охватит обычная радость от того, что она стала невидимой для всего мира. Есть ли лучшее выражение человеческой независимости? Перешагнуть обочину, пройти несколько метров по древнему лесу, и всё. Ты невидим. Тебя больше не существует. Когда она была помоложе, иногда ей казалось, что она занимается совсем не тем, чем ей бы хотелось. Это было не силой её, а слабостью. В душе таилась какая-то горечь, причём даже непонятно, откуда взявшаяся. Глаза ей открыл старший брат Хокон. «Существует два человеческих типа», — говорил он. «Кто-то ищет самую прямую, самую короткую и быструю дорогу к цели. Другие поступают наоборот. Ищут обходных путей, где происходят непредвиденные события, их интересуют обочины, повороты и холмы. Они постоянно играли в лесу под Эльмхультом, где они росли. Потом её отец, монтёр, получил тяжёлую травму, сорвавшись с телефонного столба, и они переехали в Сконе, поскольку мать получила работу в Истатской больнице. Она росла. В жизни были вещи поважнее, чем обочины и обходные пути. И только когда она в один прекрасный день остановилась у ворот Лунского университета и вдруг сообразила, что совершенно не представляет, чему бы ей хотелось посвятить свою жизнь, она вспомнила все эти детские разговоры. Брат её, Хокон, выбрал дорогу иного свойства. Он вначале служил матросом на нескольких кораблях, потом поступил в капитанское училище. Теперь его путь прилегал по фарватеру, и он время от времени писал сестре, как прекрасно вести корабль ночью в бесконечном, как всегда кажется ночью, море. Как-то осенью, в свой самый первый и самый мучительный год в университете, подавшись за неимением лучшего в юриспруденцию, она ехала на велосипеде в Стаффанторп и свернула наугад на одну и в спросик. Там она остановилась, оставила велосипед и пошла по тропинке, ведущей к развалинам старой мельницы. Тут её и поразила эта мысль, как будто сверкнула молния. Что же это такое тропинка? Почему она проложена по эту, а не по другую сторону, дерево или валуна? Кто прошёл по ней впервые и когда? Она уставилась под ноги и вдруг поняла, что это и есть её призвание в жизни. Она займётся анализом шведских тропинок. Она возьмёт их под свою защиту. Она напишет историю шведских троп. Она побежала к велосипеду, на следующий же день написала заявление об отчислении с юридического факультета и поступила на отделение истории и географии культуры. Ей повезло. Её профессор прекрасно понимал, что она обнаружила совершенно нетронутый пласт. Он видел её энтузиазм и поддерживал как мог. Она, не торопясь, пошла по трубке, мягко вьющейся вдоль берега Летчона. Высокие деревья заслоняли солнце. Она как-то была на Амазонке. Бродила по тропическому лесу. Это было как шагнуть в собор. Кроны деревьев напоминали гигантские цветные витражи, через которые просачивался солнечный свет. Сейчас у неё возникло почти такое же чувство. Эту тропинку она нанесла на карту давным-давно. Обычная прогулочная тропа. Она появилась в тридцатые годы, когда замком всё ещё владела графская семья Хаверман. Один из них, Густав Хаверман, очень любил пешие прогулки. Он велел вырубить кусты и древесную поросль и проложить тропинку вдоль озера. Но чуть подальше, подумала она, в глубине этого леса, где для равнодушного глаза нет ничего, кроме мха и камней. Я сверну на другую тропинку то, что обнаружила всего несколько дней назад. Куда она ведёт, я не знаю. Но нет ничего более увлекательного, даже магического, чем идти по тропинке в первый раз. И я всё ещё надеюсь, что когда-нибудь в жизни я пройдусь по тропе, проложенной, как произведение искусства, без цели, никуда не ведущей, тропинке, созданной только ради того, чтобы она была. Она, запыхавшись, остановилась на вершине холма. За деревьями поблёскивала зеркальная поверхность озера. Ей уже шестьдесят три. Ещё бы лет пять. Пять лет, чтобы дописать труд, ставший делом её жизни, книгу об истории шведских троп. Эта книга докажет, что тропы один из важнейших исторических свидетельств былого жизни людей и общества. Но тропы служили не только средством сообщения, и она это убедительно покажет. В том, как прокладывались вьющиеся по лесу тропы, был и философский, и религиозный смысл. За эти годы она опубликовала в региональных изданиях несколько статей, а также карты инвентаризированных ею троп. Но главное, решающая книга, ещё не написана. Она двинулась дальше. Мысли летели легко и свободно. Она всегда так делала, когда шла к новой тропе, давала волю мыслям, словно спускала собаку с поводка. Потом, когда начиналась работа, она сама становилась собакой. Осторожно, используя все органы чувств, пыталась раскрыть тайны тропы. Она знала, что многие считают её помешанной. Её двое детей, пока росли, никак не могли понять, чем занимается их мать. Правда, муж, скончавшийся год назад, её понимал. Хотя она и догадывалась, что в глубине души он считал, что женат на довольно странной женщине. Теперь она осталась одна. В их семье её полностью понимает только Хокон. Он разделяет её страсть к самым маленьким дорогам человечества, тропинкам, в бесчисленном множестве, вьющимся по земному шару. Она остановилась. Для постороннего глаза тут не было ничего примечательного. Трава и мох по краю тропы. Но она-то видела. Здесь начиналась другая. Почти заросшая тропка, ею не пользовались уже много-много лет. Прежде чем углубиться в лес, она осторожно, карабкаясь по крутому склону, спустилась к озеру, села на камень и достала термос. Неподалёку по воде скользила пара лебедей. Она пила кофе, щурясь на яркое солнце. «Я счастливый человек», подумала она. «Никогда не занималась ничем иным, кроме того, о чём и мечтала. Как-то в детстве я взяла у Хокона книжку про индейцев. Она называлась, кажется, следопыт, и это стало моей жизнью. Именно это я и делала всю жизнь. Открывала, изучала тропы, так же, как другие изучают руны и наскальные письмена». Она сунула термос в рюкзак и сполоснула чашку в воде. Лебеди скрылись за небольшим мысом. Она вновь забралась на холм, внимательно следя, куда ставит ноги. В прошлом году она сломала ногу на таком же спуске под брёсарпом. Впоследствии стало несколько месяцев вынужденного покоя. Это было очень тяжело. Даже сосредоточившись полностью на научной работе, она не могла унять раздражение. Её злила собственная неподвижность. Как раз тогда, сразу после несчастного случая, умер муж. Она была избалована тем, что все заботы по хозяйству он брал на себя, поэтому продала дом в Рюдсгарде и переехала в маленькую квартирку в Скурупе. Пригибаясь под нависшими ветвями, она вошла в лес. Где-то она читала, существуют полянки, которые можно отыскать только заблудившись. Это и есть самая большая тайна человека, подумала она. Надо только решиться заблудиться, и тебя ждут открытия. Если осмелишься сойти с главного пути, увидишь такое, о чем те, кто мчит по автостраде и держится проложенных дорог, даже не догадывается. Я ищу забытые, заросшие тропки, подумала она, дорожки, только и ждущие, чтобы пробудиться к жизни из глубокого сна. Нежилые дома быстро разрушаются, тоже и с тропинками, дороги, по которым никто не ходит, умирают. Она углубилась в лес, остановилась и прислушалась, где-то хрустнула ветка, и снова стало тихо. Прямо перед носом вспорхнула птица и улетела. Она пошла дальше, то и дело приседая. Следопыт! Она шла медленно, шаг за шагом, тропинка была почти не видна. Но она-то ее ясно видела. Контуры проступали сквозь мох, траву, сухие ветки. Постепенно появилось чувство разочарования. Это была вовсе не старая заросшая тропинка. Сначала она подумала, что наконец-то нашла следы недостающего звена тропы пилигримов, что должна пролегать где-то здесь, в окрестностях озера Летчон. К северу от Руммеля Осена ее еще можно было проследить, но у озера она терялась, появляясь вновь лишь к северо-западу от стурупа. Иногда ей даже приходила в голову шальная мысль, не прорылили древние пилигримы туннель. Может быть, надо искать подземный ход? Но пилигримы не рыли туннелей, они шли по тропе. А она не может ее найти. До сегодняшнего дня она так и думала, но, пройдя какую-нибудь сотню метров, она убедилась, что этой тропой кто-то пользовался, и что она была проложена недавно. Самой больше десять, двадцать лет назад. Почему ее забросили, она сможет ответить, только дойдя до конца. Она уже прошла около трехсот метров, лес стал почти непроходимым. Вдруг она остановилась. Что-то привлекло ее внимание. Она присела на корточке и поковыряла мох пальцем. Там что-то белело. Птичье перо. Должно быть лесной голубь. Но разве бывают белые лесные голуби? Они ведь коричневые или кажется даже сизые. Она поднялась, внимательно разглядывая перо. Перо лебедя. Но как она оказалась здесь в чаще, лебеди держатся у воды, они не бродят по заросшим лесным тропинкам. Она пошла дальше, но через несколько метров вновь остановилась. На этот раз она удивилась всерьез. Земля была притоптана. Кто-то был здесь всего несколько дней назад. Интересно, откуда идет след? Она прошла немного назад и всмотрелась. Минут через десять следопытской работы она поняла, что по тропинке никто не шел. Кто-то вышел из чащи впервые ступил на тропу именно тут. Она пошла дальше. Любопытство ее растаяло. Она поняла окончательно, что это вовсе не исчезнувшая пилигримская тропа. Это просто обычная тропинка для прогулок, может быть, заложенная любителем свежего воздуха графом Хаверманом, а потом позабытая. Следы, скорее всего, принадлежат охотнику. Пройдя последующие несколько сот метров она остановилась. Она вышла к заросшему ежевикой и дикой малиной оврагу. Тропинка терялась в овраге. Она сняла рюкзак и, вынув оттуда фонарик, начала осторожно спускаться вниз, продираясь сквозь кусты. Ей попалась какая-то ветка. Она подняла ее и увидела след лезвия. Она наморщила лоб, подняла другую ветку, на ней тоже был свежий косой срез. Срезано? А может быть, отрублено? Она поняла, что где-то тут есть шалаш. Мальчишки играли, подумала она. Мы с Хоконом тоже строили землянки и шалаши. Сделав еще несколько осторожных шагов, она и в самом деле увидела хижину. Но для детских игр она была слишком велика. Вдруг она вспомнила комикс, что показал ей Хокон много лет назад в какой-то газете, скорее всего, в Смотри. Смотри. Газета, специализирующаяся на публикации комиксов. Там был шалаш, построенный знаменитым взломщиком со странным и привлекательным прозвищем Красавчик Бэнгтсон. Он жил в лесу, в большой хижине, пока кто-то заблудившись на него не наткнулся. Она подошла поближе. Хижина была сделана из досок, крыша железная, трубы не было. Задняя стенка опиралась на крутой скалистый склон оврага. Она потрогала дверь. Замка не было. постучав, она поняла, что это глупо. Она с таким треском спускалась во враг, что не услышать этого мог разве что глухой. Удивление ее все возрастало. Кому понадобилось прятаться здесь, в ранно-схольмском лесу? Ей стало не по себе, но поначалу она отогнала тревогу, что-что опугливой она не была. Не раз ей приходилось встречать подозрительных типов на пустынных тропках. Если ей и было страшно, она успешно скрывала эту слабость под маской бесстрашия. С ней никогда ничего не случалось. И сейчас тоже все будет в порядке. Но тут же поняла, что противоречит собственному здравому смыслу. Только кто-то, у кого есть причина скрываться, станет искать себе подобное убежище. Но в то же время ей почему-то не хотелось уходить. Оказалось, у тропинки все-таки есть конец. Никто бы ни за что не нашел это укрытие, только она, с ее наметанным глазом. Но хозяин хижины вышел на тропу с другой стороны. И в этом была загадка. Может быть, найденная ею тропа всего лишь запасной выход, такой же, как роют лисы в своих норах. Или раньше тропка служила другим целям? Любопытство взяло верх. Она открыла дверь. Два крошечных окошка в торцевых стенках почти не пропускали свет. Она зажгла фонарик, снопик света заерзал по стенам. Койка у стены, грубый стол, две газовые лампы, походный бензиновый примус. Она попробовала сосредоточиться, кто этот человек, кто живет в этой хижине. И живет ли еще, когда он ушел отсюда? Она наклонилась и пощупала простыню. Сухая. Если ушел, то недавно, подумала она, эта хижина не пустует. Надо побыстрее уходить. Хозяин хижины вовсе не обрадуется неожиданному визитеру. Она уже совсем собралась уходить, когда луч фонарика упал на книгу, лежащую на полу, рядом с койкой. Она наклонилась и подняла ее. Это была Библия, Ветхий и Новый Завет. Она открыла томик. На внутренней стороне обложки было написано имя, но тщательно зачеркнуто. Библию усердно читали, страницы были мятые и кое-где порвались. Она погасила фонарик и сразу поняла, что-то изменилось. Свет. В хижине стало светлее, и свет шел не от окна. Наверное, открылась дверь. Она быстро обернулась, но было слишком поздно. Словно хищный зверь бросился прямо на нее, и она полетела в бесконечную тьму. Глава одиннадцатая от Генриетты Линда вернулась домой и довольно долго ждала, пока придет отец. Но когда он наконец в третьем часу ночи осторожно открыл входную дверь, она уже спала на диване, накрывшись одеялом с головой. Под утро она проснулась. Ей приснился какой-то кошмар. Что именно, она не могла вспомнить. Помнила только, что кто-то ее душил. Ночная тишина оглашалась громким храпом. Она зашла в спальню, где горел свет, и посмотрела на отца. Он вытянулся на спине, завернувшись в простыню. Она подумала, что он похож на большого моржа, растянувшегося на скале. Она наклонилась. От него явственно пахло спиртным. Она попыталась догадаться, с кем же он пил. Брюки, валявшиеся на полу, были перепачканы, словно он шел по щиколотку в грязи. Он был где-то в деревне, решила она. Скорее всего, у своего старинного собутыльника, Стэна Видена. Сели в конюшне и распили бутылку самогона. Из спальни Линда вышла с острым желанием разбудить его и призвать к ответу. К ответу за что? Она толком не знала. Стэн Виден был, пожалуй, его самым старым другом. А теперь он очень болен. Когда отец говорил о каких-то серьезных вещах, он почему-то начинал называть себя в третьем лице. Когда Стэн умрет, как-то сказал он, Курт Валандер останется совсем один. У Стэна видано рак легких. Линда знала все подробности странной истории о том, как Стэн держал конюшню для тренинга скаковых лошадей на ферме недалеко от развалин крепости Шернсунд. Несколько лет назад он свернул свою деятельность и уже было продал конюшню, но когда новый хозяин приехал осматривать покупку, Стэн, виден, уперся. Отец рассказывал ей, что в контракте была какая-то зацепка, позволившая ему отказаться от сделки. Он снова приобрел несколько лошадей, а вскоре узнал, что у него рак. С тех пор уже прошел год. Сейчас он занимается тем, что распродает все имущество, в том числе и лошадей, у него уже забронировано место в хосписе для умирающих под Мальмё. Там он и собирается закончить свои дни. Конюшню выставили на продажу снова, на этот раз окончательно. Она разделась и легла в постель. Было без нескольких минут пять. Она поглядела на потолок и вдруг почувствовала угрызение совести. Неужели я собиралась скорить отца за то, что он выпил пару рюмок со своим лучшим другом, к тому же умирающим? Откуда я знаю, о чем они там говорили? И вообще, что они значат друг для друга? Я всегда гордилась тем, что отец умеет дружить. А уметь дружить означает, в частности, потратить полночи, чтобы посидеть с умирающим другом в конюшне. Ей внезапно захотелось разбудить отца и попросить у него прощения. Это, конечно, было бы в высшей степени справедливо, но он вряд ли поймет ее благие побуждения и разозлится, что ему не дают спать. У него сегодня выходной, и они могли бы что-нибудь придумать. Засыпая, она вспомнила Генриетту. Генриетта сказала не всю правду. Что-то она скрывает. Неужели она знает, где Анна? Или еще что-то, о чем ей не хотелось Линде рассказывать. Линда повернулась на бок и сонно подумала, хватать какого-нибудь парня рядышком и ночью и днем. А где его здесь найдешь? Я уже отвыкла от сконы. И если кто-то будет признаваться мне в любви со сконским акцентом, ни за что не поверю, что это всерьез. Она постаралась перестать об этом думать, поправила подушку и уснула. В девять часов она почувствовала, что кто-то ее трясет. Она вздрогнула, испугавшись, что проспала, открыла глаза и увидела склонившегося над ней отца. Вид у него был вовсе не похмельный. Он был уже одет и даже, что было для него совсем уж необычно, тщательно причесан. Завтракать, сказал он, время идет, а жизнь уходит. Линда быстро приняла душ и оделась. Он, дожидаясь ее, разложил пасьянс на обеденном столе. Мне кажется, ты вчера был у Стэна Видана. Правильно. И к тому же вы многовато выпили. Неправильно. Немноговато. А очень много. Чертовски. И как ты добрался домой? На такси. Как он? Я могу только мечтать, чтобы самому суметь сохранить такое же мужество, зная, что дни мои сочтены. Он говорит, количество скачек, в которых ты можешь принять участие, строго отмерено. Потом все. Единственное, что можно попытаться сделать, за отпущенное время взять как можно больше призов. У него боли? Наверняка. Но он молчит. Он как Рюдберг. Кто? Эверт Рюдберг. Ты что, забыла его? Старый полицейский с родимым пятном на щеке. Линда что-то слабо припоминала. Вроде бы помню. Это он сделал из меня полицейского, когда я пришел сюда мальчишкой и ничего не понимал. Он тоже умер рано. Но никогда не жаловался. У него тоже было отмерено количество скачек. И он тоже нашел в себе силы примириться с тем, что его время вышло. А кто научит меня всему, что я не понимаю? Мне казалось, что твоим наставником будет Мартинсон. И как он? Он замечательный полицейский. У меня о Рюдберге только очень смутные воспоминания. Но Мартинсона-то я помню. Ты же несчетное количество раз приходил домой и ругался по поводу того, что он сделал или чего он не сделал. Он смешал карты. Меня учил Рюдберг, и я в свою очередь учил Мартинсона. Ясно, что иногда я на него рычал. К тому же он не из тех, кто быстро схватывает. Зато если он что-то усвоил, это навсегда, как гвоздями вколочено. Другими словами, ты хочешь сказать, что мой истинный ментор это ты. Он поднялся из-за стола. Какой еще ментор? Одевайся и пошли. Она поглядела на него удивленно. Она что-то забыла? Ты что-то придумал? Да ничего, просто нечего сидеть дома. Сегодня прекрасный день. Не успеешь моргнуть, как все будет в тумане. Ненавижу сконские туманы. Они словно в башку заползают. Я перестаю соображать, когда кругом туман. Впрочем, ты права. Кое-какие планы у меня есть. Он снова уселся со стол и вылил себе в чашку последние капли кофе. Ты случайно не помнишь Хансона? Линда покачала головой. Он уехал отсюда, когда ты была еще маленькой, один из моих сотрудников. В прошлом году он вернулся, и я слышал, что он продает родительский дом под Туммелиллой. Мать давно умерла, а отец дожил до 101 года. Хансон утверждает, что у него до самого конца была совершенно ясная голова, и что злости в нем к старости не поубавилось, но теперь дом продается. Мне бы хотелось на него посмотреть. Может быть, Хансон и не преувеличивает, когда говорит, что это как раз то, что мне надо. Они спустились к машине и выехали из города. Было ветрено, но тепло. Они проехали караван сверкающих никелями, чисто вымытыми стеклами старинных автомобилей. Теперь пришла очередь Линда удивить отца. Она знала почти все марки машин. Где это ты набралась таких сведений? От моего последнего парня Магнуса. А разве его звали не Людвиг? Ты не вырубаешься, папочка? Кстати, разве Туме Лилла то, что тебе нужно? Я считала, что ты мечтаешь сидеть на скамеечке и стареть себе потихонечку, гладить собаку и смотреть на море. На морской вид у меня не хватит денег. Надо выбирать из доступного. Займи у матери. Ее бухгалтер на пенсию упакован вполне прилично. Ни под каким видом. Какого черта? Я могу дать тебе взаймы. Ни под каким видом. Какого черта? Значит, вида на море не будет. Линда искоса поглядела на него. Разозлился, что ли? Не поймешь. Но ее вдруг поразила мысль, насколько они похожи. Внезапная раздражительность, идиотское свойство обижаться на пустяки. Мы с ним как на качелях, подумала она. Иногда близки друг другу, просто ближе некуда, а потом вдруг пропасть. И тогда приходится наводить мосты, частенько шаткие, но все равно они как-то нас связывают опять. Он достал из кармана сложный лист бумаги. Карта, сказал он, побудь штурманом. Мы сейчас подъезжаем к развязке, найди ее. Она там, наверху. Нашла? Там мы свернем на Кристианстад. А дальше ты будешь говорить, куда ехать? Я заманю тебя в Смоланд, сказала она, разворачивая карту. Тингсрюд, правда, здорово звучит. Оттуда-то мы уж точно не найдем дороги назад. Дом Хансона красиво возвышался на пригорке, окруженный лесом. За лесом шли поля, а еще дальше болото. За домом рос старый фруктовый сад, газон был неподстрижен, стебли рос, увивших побеленные, но выщербленные временем стены дома, были перепутаны и кое-где сломаны. Где-то работал трактор, то взревая, то затихая. Линда присела на каменную скамейку в кустах красной смородины, она наблюдала за отцом, он, прищурившись, смотрел на крышу. Потом покачал водосточную трубу и заглянул в окно. Потом скрылся, пошел смотреть дом с фасада. Оставшись одна, Линда вновь начала думать о Генриетте. Сейчас, по прошествии времени, ощущение, что Генриетте не говорила ей всю правду, переросло в уверенность. Что-то она скрывала, что-то связанное с Анной. Она достала телефон и набрала номер Анны. После нескольких долгих сигналов включился автоответчик. Она не стала оставлять никаких сообщений, выключила мобильник, поднялась и пошла к входной двери. Там стоял отец и качал воду из колонки. Коричневая вода постепенно заполняла ржавую катку. Он покачал головой. Если бы я мог взвалить этот дом на спину и отнести к морю, ни минуты бы не сомневался. Здесь слишком много деревьев. — Ты мог бы купить кемпер, сказала Линда, и поставить его у моря. Кемпер, прицепной домик, дача на колесах. Кусок участка тебе кто угодно уступит. С какой-то стати. Кто откажется иметь под боком полицейскую охрану, причем бесплатно? Он скорчил гримасу, вылил катку и пошел к дороге. Линда последовала за ним. Он даже не оглядывается, подумала она. Он уже забыл этот дом. Они сели в машину, Линда проводила глазами коршуна, тот медленно пролетел над полем и исчез, растворился в небе. Чем займемся теперь, спросил он. Линда подумала об Анне, она поняла, что должна поделиться с отцом своей тревогой. Нам надо поговорить, только не здесь. Тогда я знаю, куда мы двинемся. Куда? Увидишь. Они поехали на юг, свернули на шоссе к Мальмё, а потом по указателям взяли курс на озеро Кадещо. Здесь был лес, может быть, самый красивый из всех виденных Линдой. Она сразу догадалась, что отец хочет поехать именно сюда. Они гуляли здесь несчетное количество раз, особенно когда Линде было лет десять-одиннадцать. Кроме того, она припоминала, что как-то раз они были тут с матерью, но без отца. Но ни одного случая, когда бы они приехали сюда всей семьей, она вспомнить не смогла. Они вышли из машины у штабеля бревен. Толстые стволы приятно пахли смолой. Они пошли по тропинке через лес мимо странной, склепанной из листового железа статуи, воздвигнутой в честь предполагаемого посещения Кадещо Карлом Двенадцатым. Линда хотела рассказать про Анну, но отец поднял руку. Они стояли в небольшом прогале между высокими деревьями. «Здесь мое кладбище», сказал он, «мое подлинное кладбище». «Что ты хочешь этим сказать? Я собираюсь открыть себе большой секрет, мою, может быть, самую большую тайну. Может быть, завтра раскаюсь? Эти деревья, что ты видишь, они растут в честь всех моих умерших друзей. И отец мой здесь, и мать, и вся старая родня». Он показал на молодой дубок. Это Стефан Фредман, отчаявшийся индейец. Он тоже относится к моим мертвым. «А та, о которой ты рассказывал, и вон Андер, вон там». Он показал на другой дуб. Сучи его образовали причудливый рисунок. «Я приехал сюда через несколько недель после смерти отца. Я тогда совершенно потерял опору. Ты была гораздо крепче. Помню, сидел у себя и разбирался насчет очередного случая избиения. Ирония судьбы, молодой парень ударил отца кувалдой, чуть не убил. Этот парень, он все время врал и изворачивался, и вдруг меня проняло. Я прервал допрос и приехал сюда. Я даже взял полицейскую машину и включил сирену. Так мне хотелось поскорее удрать из города. Потом из-за этого даже вышел небольшой скандал. И когда я сюда приехал, вдруг появилось ощущение, что все эти деревья могильные и чтобы повидаться с ними, я иду сюда, не на кладбище. Мне здесь так покойно, как нигде больше. Здесь я могу их обнять, пусть они меня и не видят. Я никому не скажу, серьезно произнесла Линда. Спасибо, что ты со мной поделился. Они постояли еще немного. Она не хотела спрашивать, какое дерево досталось ее деду, только предположила, что это, скорее всего, вон тот могучий, стоящий немного на отшибе дуб. Сквозь густую листву то и дело проблескивало солнце, подул ветер, и сразу стало прохладно. Линда села и рассказала все про исчезновение Анны, про Генриетту, которая, как ей кажется, что-то скрывает, и о том, что ей кажется, что с Анной что-то случилось. Ты можешь сделать глупость, закончила она. Ты можешь, например, отмахнуться грунда и мои фантазии, но тогда я разозлюсь. Но если ты скажешь, что я ошибаюсь и объяснишь, почему, я буду слушать. Когда ты станешь полицейским, тебе откроется очень важная, я бы сказал, основополагающая истина. Необъяснимые вещи почти никогда не случаются. Даже исчезновение, как правило, имеют совершенно разумное, хотя часто и неожиданное объяснение. Это неожиданность чаще всего, вполне логично, но вычислить эту логику до того, как все разъяснится, невозможно. Это касается большинства исчезновений. Ты не знаешь, что с Анной, и ты обеспокоена, это совершенно понятно. Но мой опыт подсказывает, что ты должна призвать на помощь единственное достоинство, которым настоящий полицейский может гордиться. терпение? Совершенно верно. Терпение. И как долго я должна терпеть? Пару дней. За это время она наверняка появится или даст о себе знать. И все равно я уверена, что ее мать мне лгала. Не думаю, чтобы мы с Моной, когда говорили о тебе, всегда были абсолютно честными. Я попытаюсь набраться терпения, но все равно у меня есть вполне определенные чувства. Что-то здесь не так. Они вернулись к машине. Был уже второй час. Линда предложила поехать куда-нибудь пообедать. Они доехали до придорожной харчевни со странным названием отцовская шляпа Курт Валлендер. Припомнил, что как-то они обедали здесь с отцом и страшно поссорились. О чем был спор, вспомнить он не мог. Кабак, где я поссорился с отцом, сказала Линда. Всему можно дать название. Скорее всего, вы поругались из-за твоей профессии. По-моему, во всем остальном у вас не было разногласий. Ты даже не представляешь. У нас были разногласия во всем. Двое мальчишек, так и не выросших и затянувших свои злые игры на всю жизнь. Он обвинял меня, что я не уделяю ему никакого внимания, если я опоздал на пять минут. До того доходило, что он подводил стрелки часов, чтобы утверждать, будто я опоздал. Не успели они заказать кофе, как зазвонил мобильник. Линда схватилась за карман, но оказалось, что это у отца. У них были одинаковые сигналы. Он нажал кнопку и стал слушать, периодически вставляя короткие вопросы и дождавшись конца разговора, Линда спросила. Что там? Исчезновение. Он расплатился, сложил счет и сунул его в карман куртки. Что происходит, спросила Линда. Кто еще исчез? Мы возвращаемся в Истат, но по пути заедем в Скуруп. Исчезла одинокая вдова Бергитта Мэтберг. Ее дочь уверена, что что-то случилось. Как это исчезло? Она не очень уверена. Судя по всему, ее мать ученый, но ведет полевые исследования, ищет старые тропинки. Странное занятие. Может быть, она заблудилась? Именно это я и подумал. Скоро узнаем. Они свернули на Скуруп. Ветер усилился. Было девять минут четвертого. Среда. Двадцать девятое августа. Глава двенадцатая Кирпичный двухэтажный дом. Шведский дом, подумала Линда. В любом уголке этой страны дома выглядят одинаково. Швеция практичная страна с взаимозаменяемыми деталями. Площадь Вестеросе можно поменять местом с площадью в Эребру. Дом из Скурупа с домом из Соллентуны. Тебе раньше не попадался такой же дом? Спросила она, выходя из машины. Курт Валлендер ковырялся в неисправном замке на водительской дверце. Он поднял голову и посмотрел на фасад. Похож на тот, в котором ты жила в Соллентуне. Еще до того, как переехала в студенческое общежитие. У тебя хорошая память. Что я должна делать сейчас? Иди со мной. Считай это тренировкой. А ты не нарушаешь правил? Посторонние, кажется, не должны присутствовать при допросе. Это никакой не допрос, просто беседа. Большей частью, чтобы успокоить человека, пусть зря не переживает. И все-таки, никаких все-таки. Сколько я себя помню в полиции, я только и делал, что нарушал правила. Мартинсон как-то подсчитал, что за все эти нарушения я должен был получить минимум четыре года тюрьмы. Но пока моя работа приносит результаты, это все не в счет. Это один из немногих пунктов, по которым у нас с Нюбергом нет разногласий. Нюберг, техник, криминалист? Насколько мне известно, в Истоде других Нюбергов нет. Он скоро уйдет на пенсию. И никто о нем и не вспомнит. Или наоборот, всем будет не хватать его скверного характера. Они пересекли улицу. Ветер становился все сильнее и сильнее. Его порывы подымали в воздух обрывки газеты, сухие листья. У подъезда стоял велосипед без заднего колеса. Рама была изуродована так, словно на бедную машину напал вандал-садист. Они вошли в подъезд. Отец глянул на список жильцов. Дочь зовут Ваня. Говорят, она, когда звонила, была в истерике и все время кричала. — Ни в какой истерике я не была! — крикнула женщина с верхнего этажа. И уж точно не кричала. Она глядела на них, перегнувшись через перила. Никогда не следует громко говорить в подъезде. Смущенно пробормотал отец. Они поднялись по лестнице. Я так и думал, сказал он, дружелюбно пожимая руку нервозной женщине. Мальчики в отделении до сих пор не научились отличать нормальное волнение от истерики. Женщине по имени Ване было около сорока. Она была очень толста, блузка вся в пятнах и, по-видимому, давненько не мыла голову. Они вошли в квартиру, Линда сразу узнала ударивший в нос запах «Мамина духи», подумала она, те самые, какими она пользовалась, когда ее что-то разозлит или расстроит, потому что имелись и другие, на тот случай, если все хорошо. Они прошли в гостиную, Ваня тяжело плюхнулась на стул и ткнула пальцем в направлении Линды, не успевшей толком представиться. А это кто? Ассистент, веско сказал Курт Валлендер. Можно услышать, что случилось. Ваня начала рассказывать отрывисто и нервозно. Чувствовала, что она с трудом подбирает слова. Сказывается отсутствие привычки излагать свои мысли длинными предложениями. Линда сразу поняла, что она и в самом деле очень встревожена, едва вспомнила свои собственные ощущения по поводу исчезновения Анны. История была короткой. Ее мать Бергитта занималась географией культуры и главным ее делом было нанесение на карту старых дорог и тропинок в Южной Швеции, прежде всего в Сконе и Смоленде. Год назад она овдовела. У нее было четверо внуков, из них двое дочки Ваньи. Она договорилась с матерью, что заедет ее навестить с внучками в 12 часов. Мать до этого собиралась в одну из своих маленьких экспедиций на охоту за тропинками, как она это называла, но когда они пришли, матери не было. Она подождала два часа и позвонила в полицию. Мать никогда не обошлась бы так с внучками. Значит, что-то случилось. Она замолчала. Линда попыталась представить первый вопрос отца. А куда она собиралась? А ты не знаешь, куда она собиралась? Тут же спросил он. Нет. Она ездит на машине? У нее красная веспа. Ей сорок лет. Красная веспа? Сорок лет? В те времена все веспы были красными. Я тогда еще не родилась. Мама рассказывала. Она состоит в каком-то клубе владельцев древних мопедов и мотороллеров. По-моему, в Стаффанторпе. Не могу понять, зачем ей это. Но она, по-моему, получает удовольствие от общения с этими помешанными. Ты сказала, что год назад она овдовела. У нее не было признаков депрессии? Нет. Если ты думаешь, что она могла и близкие люди очень умело скрывают, что у них на душе, Линда уставилась на отца. Он тоже бросил на нее быстрый взгляд. Нам надо об этом поговорить, подумала она. Я не должна скрывать от него эту историю, когда я чуть не бросилась с моста. Он знает только про одну мою попытку с венами. Она ни за что бы этого не сделала. По одной простой причине она никогда не подвергла бы внуков такому испытанию. Она никому не могла поехать. Ваня закурила сигарету, пепел сыпался на платье и на пол. Линда подумала, что дочь совершенно не вписывается в обстановку материнской квартиры. Мама очень старомодна. Она никогда никому не ездит, не договорившись заранее. Если я правильно понимаю, в больнице вы уже звонили, следовательно, несчастный случай с высокой степенью вероятности исключается. Может быть, она чем-то больна? У нее случайно нет мобильного телефона? Она ничем не больна. Она ведет очень здоровый образ жизни, не то, что я. Но когда торгуешь яйцами, у тебя не так-то много возможностей для спорта. Она повела плечами, словно бы хотела продемонстрировать отвращение к своему собственному телу. А мобильник? Мобильник есть, но он вечно выключен. Мы с сестрой сто раз ей об этом говорили. Наступило молчание. Из соседней квартиры слышались приглушенные звуки то ли радио, то ли телевизора. Значит, вы даже предположить не можете, куда она поехала. Кто-нибудь знает, чем она занимается в последнее время? Дневник она случаем не вела? Насколько я знаю, нет. И работала она в одиночку. Никогда ничего подобного не случалось. Чтобы она исчезала? Никогда. Отец Линды достал из куртки блокнот и ручку, попросил Ваню продиктовать ее полное имя, адрес и номер телефона. Линда заметила, что когда та назвала свою фамилию Йорнер, он насторожился, перестал записывать и поднял глаза. Фамилия матери Мэтберг, и Йорнер это фамилия по мужу. Муж зовут Ханс Йорнер, а мамина девичья фамилия Лундгрен. Это так важно? Ханс Йорнер. Он случайно не сын директора камнедробилки в Лимхамне? Да, младший сын, а что? Чистое любопытство. Курт Валандер поднялся, Линда последовала его примеру. Можно мы немного осмотрим дом? У нее был кабинет? Ваня показала пальцем на одной из дверей и вдруг тяжело закашлялась. Типичный бронхит курильщика. В кабинете все стены были увешаны картами, на столе лежали аккуратные стопки бумаг и папок. А что там такое с этой фамилией? Тихо спросила Линда. Потом расскажу. Малоприятная история. И довольно давняя. Что она сказала? Она торгует яйцами? Да, подтвердил он. Но встревожена она не на шутку. Линда поднялась и стала какую-то бумагу. Он тут же на нее набросился. Ты можешь присутствовать, слушать и смотреть. Ты не должна ничего трогать. Я посмотрела одну единственную бумажку, на одну больше, чем следовало. Линда разозлившись, вышла из комнаты. Он разумеется прав, но мог бы сказать все это нормальным тоном. Она коротко кивнула Ванне, которую по-прежнему и вышла на улицу. В лицо ей ударил ветер, и она тут же осудила себя за детскую выходку. Отец появился в дверях подъезда минут через десять. Что с тобой? Я что-то не так сказал? Ничего, все забыто. Линда сложила руки в извиняющемся жести. Он отпер дверцу и с трудом открыл ее под напором ветра. Они сели в машину. Он вставил ключ в замок зажигания, но не повернул. Ты, наверное, заметила, как я сделал стойку, когда эта бабенка назвала фамилию Йорнер? От того, что я узнал, что она замужем за сыном старика Йорнера, дело проще не стало. Он что-то проворчал и крепко сжал баранку, потом начал рассказывать. Когда мы с Кристиной еще были детьми, а отец сидел и рисовал, бывало и так, что камевые жоры на ревущих американских автомобилях что-то не спешили за его продукцией. Тогда мы подолгу сидели без денег и мать искала работу. Поскольку образования она никакого не имела, выбор был невелик или работать на фабрике или идти в прислуги. Она выбрала последнее и устроилась прислугой в семью Йорнер, хотя жила дома. Старик Йорнер, его звали Гуго и жена его Тира, были сволочи каких мало. С их точки зрения общество за последние 50 лет никак не изменилось. Есть высший класс, есть низший и точка. В этом отношении муж был особенно хорош. Как-то вечером мать пришла домой в слезах. Отец, обычно никогда не интересовавшийся, как у нее дела, на этот раз все же спросил, что случилось. Я как раз сидел за диваном и все слышал. Этого я не забуду никогда. У Йорнеров был прием. Гостей не так много, может, человек восемь. Мать должна была подавать. Когда гости прилично подвыпили и дело дошло до кофе, Гуга, который был пьянее остальных, позвал мать и велел ей принести стремянку. Она сделала, как он сказал. Он велел ей забраться на стремянку, и она забралась. Тогда он сказал, что даже оттуда, с верхотуры, ей, как он надеется, нетрудно разглядеть, что она забыла подать одному из гостей чайную ложечку. Потом он отослал ее прочью вместе с лестницей, и она слышала, как они ржали и чокались. Рассказав все это, мать снова начала плакать, повторяла только, что ни за что в тот дом больше не пойдет. А отец настолько разъярился, что схватил в сарай-топор и кричал, что он разможжит башку этому ернеру. Мать его, разумеется, утихомирила. Но я этого никогда не забуду, хотя мне было-то всего двенадцать лет. И теперь я встречаю его сноху. Он резко повернул ключ. Его совершенно очевидно вывели из равновесия эти воспоминания. Они выехали из Скурупа. Линда смотрела, как по полям плывут тени облаков. Я давно хотела спросить тебя про бабушку. Нарушила она молчание. Она умерла задолго до моего рождения. Но как она могла выносить деда? Он расхохотался. Мать говорила, что надо просто натереть его немного солью, и он делает все, что она попросит. Я никогда не понимал, что она хочет этим сказать, натереть солью. Но, конечно, она обладала завидным терпением. Он резко затормозил, машину занесло на обочину. Спортивный кабриолет обогнал его, рискуя столкнуться с встречной машиной, отец выругался. Надо было бы им заняться. А почему бы нет? Потому что мне не по себе. Линда внимательно на него поглядела. Вид у него и в самом деле был очень напряженный. Что-то мне не нравится это исчезновение, сказал он. Думаю, все, что рассказала Ваня Йорнер, правда. Ее беспокойство ненаигранное. По-видимому, Бергитта Мэтберг либо неожиданно заболела, какое-нибудь, к примеру, внезапное помрачение рассудка, и двинулась, куда глаза глядят, не отдавая себе отчета. Либо что-то случилось. Преступление? Не знаю. Но мой выходной закончился. Я отвезу тебя домой. Довези меня до полиции. Там я дойду сама. Он поставил машину в полицейском гараже. Линда вышла через запасной выход, пригнувшись под порывом ветра, и вдруг сообразила, что не знает, что делать дальше. Было уже четыре часа, ветер холодный, как будто вдруг наступила осень. Она пошла к дому, но внезапно передумала и свернула на улицу, где жила Анна. Она позвонила, подождала немного и привычно вскрыла замок. Ей хватило всего несколько секунд, чтобы почувствовать, что-то не так. Мгновение она недоумевала. Почему возникло такое ощущение? Но потом ее осенило. В квартире кто-то побывал. Она знала это, хотя и не понимала откуда. Чего-то не хватает. Она стояла в дверях гостиной и пыталась разгадать, что же изменилось. Что-нибудь пропало? Она подошла к книжной полке, все книги на месте. Она села на Аннин любимый стул и огляделась. Совершенно точно, что-то изменилось. Она была в этом уверена. Но что? Она подошла к окну, чтобы посмотреть под другим углом. И наконец поняла. Раньше на стене между афишей какой-то художественной выставки в Берлине и старым барометром висела остекленная рамка, а в ней большая голубая бабочка. Теперь бабочки не было. Линда закрыла глаза и тряхнула головой. Может быть, ей показалось? Нет, не показалось. Бабочки на месте нет. Она совершенно четко помнила, что, когда она заходила сюда в последний раз, бабочка была на стене. Может быть, ее взяла Генриетта? Нет, это нелепость. Она сняла куртку и медленно пошла по комнатам. Окончательная уверенность пришла, когда она открыла Аннин гардероб. Исчезло несколько тряпок и, возможно, сумка. Линда знала содержимое гардероба, поскольку Анна никогда его не закрывала. За несколько дней до исчезновения Анны Линда оставалась ненадолго одна в квартире и заходила в спальню, чтобы взять телефонный справочник. Она села на постель и попыталась сосредоточиться. Потом подняла глаза. Дневник по-прежнему лежал на столе. Дневник на месте, подумала она. Скорее всего, это означает, что здесь был кто-то другой. Не Анна. Анна могла взять одежду, сумку, могла захватить и бабочку, но она ни за что на свете не оставила бы дневник. Никогда и ни за что. Глава тринадцатая. Линда попробовала представить, что здесь было. Итак, вот она находится сейчас в пустом пространстве. Войти в дверь было, как прорезать водное зеркало и очутиться в чужом беззвучном мире. Она попыталась вспомнить, чему ее учили. На месте, где развертываются какие-то драматические события, всегда остаются следы. Если, конечно, тут вообще произошло что-то драматическое. Никаких пятен крови, никакого беспорядка, ничто не сломано, все так же прибрано, как и всегда. Разве что только исчезла бабочка и сумка с какими-то тряпками, и все равно следы должны остаться. Если это даже была и Анна, то она вела себя как непрошенный гость в своем собственном доме. Линда еще раз медленно обошла квартиру, она хотела понять, что еще изменилось или исчезло, и ничего не обнаружила. Потом включила автоответчик с мигающей красной лампочкой, значит, есть какие-то новые сообщения. Три. Наши голоса разбегаются по всему миру, подумала Линда. Их записывают на тысячи диктофонов по всему миру. Зубной врач Сиверсон хочет принести срок ежегодного контрольного осмотра и просит позвонить медсестре. Кто-то по имени Ирре звонит из Лунда и спрашивает, поедет Анна в Бостод или нет. И, наконец, ее собственные выкрики и щелчок, когда она повесила трубку. На столике лежала адресная книга. Линда нашла зубного врача Сиверсона и набрала номер. Дантист Сиверсон. Меня зовут Линда Валлендер. Я обещала последить за автоответчиком Анны Вестлин. Она уехала на несколько дней. Я просто интересуюсь, когда и во сколько она должна к вам прийти. Сестра через минуту вновь. Взяла трубку. Девятого сентября в девять часов. Я ей скажу. Анна всегда очень точна. Линда повесила трубку и стала искать в записной книжке человека по имени Мирре. И вспомнила свою собственную записную книжку, исписанную вдоль и поперек, тут и там подклеенную скотчем. Что-то мешало ей купить новую. Книжка имела историю. Все эти зачеркнутые и перечеркнутые номера никому уже не принадлежащие. Интересно, существует ли кладбище для телефонных номеров? Она, отвлекшись, перенеслась в тот лесок к отцу и его деревьям и отметила, что думает об отце с нежностью. Она вообразила его маленьким мальчиком, маленький мальчик со взрослыми мыслями, может быть, даже чересчур взрослыми. Я ведь почти ничего о нем не знаю, вдруг подумала она. А то, что, как мне кажется, знаю, часто оказывается неверно. Это его выражение. А теперь и я его повторяю. Я всегда считала, что ум у него не особенно острый, зато упрямство и интуиции, хоть отбавляй, теперь не знаю. Что мне точно известно, так это то, что он замечательный полицейский. Я подозреваю, что он глубоко сентиментальный человек, втайне может быть мечтающий о каких-нибудь романтических свиданиях и ненавидящий окружающий его непонятную и жестокую действительность. Она подвинула стул к окну и перелистала книгу, которую читала Анна. Книга была на английском языке, речь в ней шла об Александре Флеминге и пенициллине. Линда пробежала глазами страницу и ничего не поняла. Удивительно, как Анна могла ее читать. Они давно уже говорили, что неплохо бы съездить в Англию, попрактиковаться в языке. Может быть, теперь Анна как раз осуществила эту мечту? Она отложила Флеминга в сторону и снова начала листать объемистую записную книжку. Любая ее страница напоминала грифельную доску на лекции по высшей математике. Бесконечные стрелки, значки и ссылки. Линде стало даже грустно. Тогда она нашла свой собственный старый телефон. И к тому же телефоны двух ее давно забытых мальчиков. «Что я ищу?» подумала она. След. Тайный след, оставленный Анной. Но почему именно в записной книжке? Она листала дальше. Ей то и дело становилось не по себе, как будто она грубо вторглась в Аннину частную жизнь. «Я перелезла через ее забор», подумала она. «С благими целями, но все равно». Между страниц книжки лежало множество разных бумажек. газетная вырезка, реклама поездки в музей медицины в Реймсе во Франции, старые билеты на поезд Лунд Истод. Вдруг ее словно ударило током. На одной из страниц красным карандашом с нажимом было крупно выведено «Папа» и дальше телефонный номер из девятнадцати цифр, состоящий исключительно из единиц и троек. Таких номеров не бывает, подумала Линда. Это номер в таинственном городе, с таинственным кодом, в том городе, где скрываются все пропавшие без вести. Ей больше всего хотелось захлопнуть книжку. Ей не следовало влезать в жизнь Анны без ее ведома, но она продолжала. Некоторые номера ее удивили. Телефон комитета в мэрии, телефон секретаря премьер-министра. Что ей от них было нужно? Какой-то Рауль живет в Мадриде. Рядом с номером изображено сердце, потом энергично зачеркнуто. В полицейской школе надо было бы преподавать теорию и практику расшифровки записных книжек, подумала Линда. Она проглядела книжку до конца. Один из телефонов засел в памяти. Дома в Лунде. Она так и написала. Дома в Лунде. Линда, поколебавшись, набрала номер. Сразу же ответил мужской голос. Петер. Я ищу Анну. Сейчас погляжу. Дома ли она? В трубке слышала знакомая музыка, но фамилия певца отчего-то выскочила из головы. Ее нет дома. А не знаете, когда она придет? Я даже не знаю, в городе она или нет. Я ее давно не видел. Сейчас прошу. Он снова ушел. На этот раз очень быстро вернулся. Последние несколько дней ее никто не видел. Линда хотела спросить адрес, но не успела. Он повесил трубку. Она так и осталась стоять с трубкой в руке. Анны там нет. Но никто не беспокоится по поводу ее отсутствия. Она почувствовала себя дурой, представив себя на месте Анны. Я тоже могу исчезнуть, думала она. Я всю свою жизнь так и делала, исчезала, никому не сообщив. Папа несколько раз чуть розыск не объявлял, но я всегда как-то чувствовала, когда уже пора дать о себе знать, почему бы и Анне так не сделать. Линда не звука, сказала зебра. Они договорились на завтра встретиться. Линда пошла в кухню и поставила чайник. А пока он закипал, она успела оглядеться и заметить на стене пару ключей. Линда знала, что это за ключи. Она выключила конфорку и спустилась в подвал. Аннина огороженная металлической решеткой кладовка была в дальнем конце тесного подвала. Как-то Линда помогала Анне затащить туда стол. Он там и стоял. Его было видно через решетку. Она зажгла свет, открыла замок и снова удивилась глупости своих действий. Я специально придумал ее исчезновение, чтобы мне было чем заняться, подумала она. Не успею я надеть форму и начать работать, как Анна тут же объявится. Все это не больше, чем игра и совершенно ясно, что ничего с Анной не случилось. Она подняла лежащий на столе коврик. Под ним оказались старые газеты. Она закрыла кладовку и поднялась в квартиру. На этот раз она набралась терпения и дождалась, пока чайник закипит. Налила чашку чаю, пошла в спальню и легла на кровать не на ту сторону, где обычно спала Анна, а на другую. Как-то она уже спала здесь, а не с Анной. Заговорились допоздна, выпили довольно много вина, и Линда не в силах идти домой, осталась ночевать. Спалось ей тогда беспокойно, потому что Анна все время вертелась и брыкалась во сне. Линда отставила чашку, потянулась и незаметно для себя заснула. Проснувшись, она не сразу поняла, где находится, посмотрела на часы. Она проспала около часа. Чай остыл, но она все равно его выпила. Очень хотелось пить. Потом она поднялась и расправила покрывало. Внезапно ее опять посетило странное чувство, что-то не так. Она не сразу сообразила, что ее насторожило. Покрывало. С той стороны, где спала Анна. Кто-то там лежал. Постель была примята. И не расправил как следует покрывало. Это было странно. У Анны во всем, что касается порядка, была железная самодисциплина. Крошки на столе или нерасправленное покрывало, она воспринимала такие вещи как личное оскорбление. По какому-то наитию Линда приподняла покрывало. Там лежала майка. Размер XXL. Темно-синяя с рекламой английской авиакомпании Virgin. Она поднесла ее к носу. Запах чужой. Не Аннин. Стиральный порошок или, может быть, жидкость после бритья. Она расправила майку. Анна обычно спала в ночных сорочках, причем у нее были по этой части очень высокие требования. Качество этих сорочек было отменным. Линда не могла себе представить, что Анна хотя бы одну ночь могла бы проспать в этой рекламной английской майке. Она сидела на краю кровати, уставившись на майку. Нам в полицейском училище ничего об этом не говорили, подумала она. Ни слова о том, как расценивать появление чужих майк в спальнях пропавших подруг. Она постаралась представить, что сделал бы отец на ее месте. Пока она училась, нередко случалось, что он подробно отвечал на ее все более замысловатые вопросы, когда она приезжала на каникулы. Рассказывал о ходе того или иного следствия, и она поняла, что у него было главное правило, исходный пункт, и он постоянно к нему возвращался, повторяя как заклинание, прежде чем осмотр места преступления, всегда есть что-то, чего ты не видишь. Надо уметь искать небросающиеся в глаза детали. Она огляделась. И чего я здесь не вижу? Меня больше беспокоят не эти невидимые подробности, а очень даже видимые. Небрежно заправленная постель, рекламная майка там, где должна была бы лежать ночная рубашка. В гостиной зазвонил телефон, она вздрогнула, поднялась и уставилась на аппарат, отвечать или нет. Она протянула было руку, но тут же ее отдернуло. После пятого сигнала включился автоответчик, это была Генриетта. Это всего-навсего я, твоя подруга Линда. Та самая, что ни с того ни с сего подалась в полицейские, была у меня вчера, и спрашивала, где ты есть. Вот и все. Позвони, когда будет время. Пока. Линда еще раз прослушала сообщение. Голос совершенно спокойный. Ничего, что могло бы угадываться между слов. Никакой тревоги, все нормально. Продолжение следует...